экспорт композиции и так как же сделать экспорт композиции чтобы не потерять того что мы получили можно воспользоваться если вам нужен дизелинг встроенным механизмом дизелинга в таком случае отключить механизм программы Ableton Live но можно и им не пользоваться я сохраняю файлы сразу в 24 бита и в 16 потому что если надо будет записать на сиди будет под рукой файл 16 бит если надо играть с компьютера или послушать дома почему бы не послушать файл в 24 бита это лучшее качество итак давайте здесь дизелинг применять не будем единственное что нам надо проверить это мастер громкость стоит на минус 13 децибел потому что я писал голос одновременно чтобы они не перебивали мы ставим все в ноль нас теперь идет оригинальная громкость здесь выбираем так секундочку смотрим что у нас трек стоит в самом начале здесь можем сделать небольшой при фейт такой фейт им вот здесь выбираем фейт меню делаем вот здесь фейт просто чтобы не было непонятности каких-то там щелчков в начале то же самое можно сделать в конце находим конец композиции делаем фейд аут сделали фейт ин и фейт аут теперь можем добавить тишину в начале мне если честно это не к чему то есть подвинуть немного файл нажимаем на стоп чтобы у нас наш ползунок времени ушел в начало так все везде по нуля да еще проверяем еще раз чтобы на мастере у нас вот эти спектрум конечно они на звук не влияют но все же их отключаем зачем они тут уже теперь не нужны и выбираем экспорт аудио видео так мастер нормалась ни в коем случае не трогаем это тоже тип файлы аев или wave вам решать на маке удобнее аев на windows wave удобнее конверту моно конечно же нет сэмпл рейт в зависимости от того что вам нужно я работаю в 44 100 и 24 битов этому я так и оставляю дизеринг я ставлю не делаю дизеринга но в принципе для 24 бит можно сделать то есть вот здесь подказки в подсказке например написано что можно если ниже бит депо чем 32 бита то есть вот есть 32 то надо дизеринг поставить но можно допустим выбрать до обычный алгоритм вы этого на слух практически не услышите нажимаем так анализе с файл да мы можем создать чтобы потом в able to удобно было уже импортировать все это дело нажимаем окей так секундочку про анализе с файл подумал и понял что скорее всего он нам не принесет никакого толка потому что проект у нас не без варпинга ну хорошо не будем его делать сейчас не принципиально тревеллинг инсайт называется трек мэй мастеринг сохраняем и все на рабочем столе у нас появляется или в той папке куда сохраняли готовый отмастеренный трек не пугайтесь что он может быть получится чуть тише чем те треки которые какие-то уж совсем хорошие фирменные вы слушаете все же там за по ту сторону сидят более опытные профессионалы не стоит перегибать палку с максимайзерами пусть лучше ваш трек будет чуть тише но зато в нем сохранятся какие-то нюансы вашего звучания в следующих видео мы поговорим о тех же принципах мастеринга но с помощью других плагинов по мастеринга по